Теперь к событиям на Украине. По уточненным данным, в сбитом подславянском вертолете погибли 12 человек. 6 военнослужащих Национальной гвардии Украины, включая экипаж, и 6 представителей спецподразделения МВД. При этом одному из гвардейцев удалось выжить. Такие цифры приводятся в сообщении воинского формирования. Среди погибших высокопоставленный офицер, начальник управления боевой и спецподготовки внутренних войск МВД Украины, генерал-майор Сергей Кульчицкий. Также в штабе нацгвардии утверждают, что группа ополченцев, сбившая вертолет ответным огнем, якобы уничтожена. Сами представители из отряда самообороны ДНР эту информацию опровергают. В эти минуты продолжаются активные боевые действия в окрестностях Славянска и Краматорска. Киев направил туда дополнительные силы для участия в карательной операции. Очевидцы сообщают, что Национальная гвардия ведет огонь по жилым домам. В интернет выкладывают многочисленные свидетельства. Так, в сети сегодня появилось видео от иностранных журналистов. Они попали под обстрел прямо во время интервью с мирными жителями. Между тем, руководители силовой операции из Киева сегодня заявили, что она, цитирую, носит рутинный характер и проходит в обычном режиме. По вопросу журналистов о погибших и раненых среди мирных граждан отвечают, что информации нет. В Донецке сегодня меж тем простились с жертвами карательной операции в районе аэропорта. Более 40 из почти 100 погибших уже опознано, в том числе расстрелянные в санитарном грузовике. Тела выдают родственникам. Во всех церквях отслужили панихиду. Известно, что еще несколько десятков тел до сих пор остаются около аэропорта. А Национальная гвардия Украины не дает их забрать, обстреливая всех, кто пытается это сделать.